Свою победу они лепили своими руками. Создавали титановую симфонию, монтировали космические путешествия, вырисовывали цеха завода и даже пытались вырастить титановое дерево. За пять лет корпоративного конкурса ВСМПО «Висма давай раскрасим вместе мир» в пресс-службы пришло больше 6000 работ. Всем авторам не больше 17 лет. Но участники любознатели не по годам. С огромным интересом они узнавали историю ВСМПО «Висмы», разбирались в тонкостях получения титана и в качестве главного приза лучшие из лучших отправлялись в зарубежные страны. Вот это мы въезжаем в знаменитый город Рим. Это мы около Ватикана. Это мы зашли в Дисней и дуракимся вместе с ребятами из Березняков. Алена, как и еще пять победителей конкурса 2013 года, свои летние каникулы провела на Средиземноморье. Две недели ребята из Салды и Березняков колесили по Италии, бродили по узким улочкам в Венеции, любовались колизеем и пробовали настоящую пасту. Теперь в холодные осенние вечера они греются впечатлениями от поездки. У Алены больше 2000 фотографий и десятки сувениров. Но главное, что привезли с собой ребята – багаж не подарков, а знаний. Я побывала в великолепной стране Италии. Посетила и увидела своими глазами такие замечательные города, как Рим, Венеция, Сан-Марина. Получила для себя массу положительных впечатлений. Но мне бы не удалось побывать там, если бы я не узнала очень много о Титане. Я очень счастлива, что выиграла в этом конкурсе. Всех победителей объединило одно – Титан. Именно так звучала тема пятого юбилейного конкурса. В нем участвовали ребята из Березняков, Усолье, Верхнесалдинского и Нижнесалдинского городских округов. За темы для нового старта организаторы далеко ходить не стали. Чтобы победить в этом году, ребята должны будут разобраться, откуда есть пошла их малая родина. Урал Демидовых и Строгановых – вот задание для будущих участников. Все эти пять лет тема конкурса касалась исключительно корпорации ВСМП «Ависма» и производства Титана. И у нас сложилось такое ощущение, что мы уже обо всем узнали. Я имею в виду и участников конкурса, и нас, организаторов. И вроде бы как местные наши корпоративные темы исчерпаны. И когда мы сели и проанализировали, что будет интересно нашим детям в шестом сезоне, мы решили связать все-таки новый конкурс с тем, что 2014 год будет объявлен годом культуры. А что такое культура? Культура – это история родного края прежде всего. А что такое история родного края на Урале? Это два великих имени. В Сердловской области это Демидовы, а в Пермском крае это Строгановы. Мы находимся на том месте, откуда, собственно говоря, и началось строительство Верхнесалдинского железоделательного завода. Хозяином его был Никита Акинфевич Демидов. И вот это одно из наиболее старинных корпусов завода. Этому кирпичному корпусу уже больше двух веков. Хотя самые первые постройки завода сооружали из дерева. Именно в ней 6 декабря 1778 года по приказу Демидова был выплавлен первый чугун. Теперь эта дата официально считается днем рождения Верхней Салды. Руду, из которой делали чугун с железом, 300 лет назад искали с помощью ивовой лозы. Ее можно увидеть на фамильном гербе Демидовых и на флаге города. В знак уважения тех, кто заложил здесь прочный фундамент металлургического дела. Благодаря тому, что они привлекали на работу известных профессионалов, людей, которые знали свое дело, которые проходили обучение в различных городах, в том числе и за границей. И на сегодняшний день мы можем гордиться тем, что наш город продолжает славные металлургические традиции. Традиции промышленности на Северном Урале и в Пермском крае в частности зарождались благодаря другой известной династии – Строгановым. Правда, в отличие от Демидовых, этот фамильный род остался в истории как солепромышленники. Развитие этой отрасли повлияло на то, что в 1942 году началось строительство магниевого завода в Березниках, отца современной Ависмы. А для производства титановой губки необходимо сырье корнолит, ничто иное, как соль, которую добывают из недр нашей земли. Ребятам, как и в прошлые годы, предстоит два испытания. Вначале они проявят свои интеллектуальные способности, ответив на вопросы теста, а затем и творчески. Открывая для себя Урал Демидовых и Строгановых, участники начнут в ноябре. И по доброй традиции, уже сложившейся в СМПО Ависма, победители, как планируется, проведут каникулы за рубежом.